Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, о вашей жизни в Таиланде о возвращении и творческих планах. Выпустили диски, есть очень интересная, эксклюзивная, назовем ее красивая макулатура. На программе это Володя, здесь мой галстук, мой американский паспорт, моя, так сказать, таковая карточка. Вот это права Таиланда. А Таиланда это то, что должен увидеть каждый. Вот ваше самое крутое впечатление от Таиланда, да, это погода, горы, песок. Это само собой, но это не самое главное в Таиланде. В Таиланде ты на все это смотришь, мир как будто весь переворачивается, и ты увидишь его с внутри, а не снаружи, потому что у нас... Создатели мы видим, природу, правильно? Да. Вся эта суета, это ни при чем. Да. Хотел сказать глубже, но вы мне помогли, спасибо. Вот, и поэтому у меня считается, что каждый человек должен побывать там. Если он там не побывал, то его жизнь не удалась. Это серьезная заява. Серьезная заява. И очень глупый вопрос. Самый крутой позитив о Соединенных Штатах Америки, где вы долгое время жили, но не зацепились. То есть страна чем-то хороша, чем-то плоха. Вот чем она хороша, по-вашему? Самый крутой позитив. Самый крутой позитив, это сам по себе, так получается, по жизни везунчик, я попал именно в тот период, то есть 90-е по 2010-е годы, вот эти 20 лет, самый лучший период для Америки. По экономике, по погоде, по всему сейчас в корне все поменялось. И экономика, и погода, и люди другие, и все остальное. Но я все равно вернулся на Родину. У тебя это самое положительное. Все равно вернулся на Родину. А это я был в Доме Союза, в счастье, что я был в Союзе. В каком году, в 1974-й год, да, по-моему, вот это? Да, в 1974-й год. Да, вот у нас даже, смотрите, что и есть. У меня был в свое время тоже занятный выбор в жизни, или кинематограф, или эмиграция. Вот я выбрал кинематограф. Правильно сделаю. Вот, соответственно, мне очень интересно это слышать, но, собственно, есть несколько видеотворений, и спутся в этой Поляковской. Расскажите, а вот именно с моим увлечением по искусству, с кинематографом, вы как-то состыковывались? Какие-то роли, сценарии, отдельные наигрыши, песни, мелодии для фильма, музыкальное оформление? Да, я написал две композиции для фильмов, вот. Это у меня был еще в 2012 году заказ, Татьяна Воронецкая, это директор Росфильма, она мне заказала написать музыку в фильме, который назывался «Кремль». Я начал ее писать, и уже она мне вот такой сценарий огромный прислала. Я там все уже распределил, что где наброски сбросил, ей все понравилось, я говорю, Саш, ты будешь композитором. Но по каким-то обстоятельствам, ну, у нас обстоятельства одни, то есть государство не дало деньги, не профинансировало, и фильм накрылся. В Америке я там буквально, там очень тяжело пробиться, в Голливуд, практически нереально. Так что вот здесь сидите, здесь все нормально. Здесь я снимался, но это уже не Татьяна Воронецкая, это Екатерина Гусева, ну, которая в «Баниске» и в «Бурке». Да, в «Баниске» и в «Бурке» я играла. У нее был хороший фильм, по-моему, «Деньги» назывался, и я там модельера играл. Мастер по маникюру и так далее. Это была интересная моя работа, к которой никакого отношения не имела. Одну инструментальную пьесу я продал одному режиссеру, но ни режиссера я не видел, и ни пьесы, ни фильма, ничего, в общем-то, эта клада попала. Но я человек порядочный, я ее по два раза не буду продавать. Ну, думаю, в нем он плывет, и мы с ним продолжим этот разговор. Так что вы абсолютно не жалейте, что не стали каким-то... Знаете, что такое иммиграция? Это вы всегда будете старым человеком, всю жизнь. И у вас это в один прекрасный момент, вы не сможете себе найти место. Потому что вы никогда не будете первым. Здесь у вас все возможности есть. Так что... Ну, я на своей скорой ощущаю, где я могу быть первым, где я точно не могу быть первым. Соответственно, где я хорош, где я плох. Это, соответственно, русская жизнь меня кое-то научила, соответственно, быстрее. Не, надо, надо утром проснуться и говорить, что я первый, и все. А остальные все уже там, остановите в очередь. Ну, мы с Натальей, когда ходим в какой-то магазин, мы там всех на место ставим. Позже случайно, Наталья, а вы давно познакомились, вообще история вашей любви? Женский вопрос. Мы знакомы всю жизнь. Все хотят найти. Все? Да. Да. Мы знакомы всю жизнь. На самом деле, у нас очень далекая история нашего творчества, но все это так запутанно, и очень все сказочно, и фантастично. И мы очень долго с Александром Борисовичем думали, писали вместе песни, но поженились мы, по-моему, три года назад или четыре года назад. Ну, что примерно так. Или пять, может быть. А если нужно несколько минут, то вообще получится целая вечность. Любим друг друга, творим, предлагаем пластинки наши. Это наши первые совместные, кстати, вот... Видите, я вам покажу. Это первые наши... А, Дмитрий, вот. Вот, да. Ну, первые, да, там песни. Да, здесь 21 диск. Ой, 21 песня. Это наши авторские песни, которые написали мы. Вместе, или мы вместе исполняем? Так, можно? А, Дмитрий, знаменитая группа «Динамик». Скажите, пожалуйста, на момент распада все ли живы? Просведите, пожалуйста, зрителей... К сожалению, нет. К сожалению, не все. Сережа Евдоченко у нас работал в 83-м году. Мы с ним записывали айбом, возили с собой и принимал бурную гастронную деятельность. И с ним случилось несчастье. Никто его, как в 90-х годах, не убивал из автомата. Просто он там за границей попал в автокатастрофу. Так же Сережа Рыжов, бас-гитарист. Такой очень яркий бас-гитарист. Его очень любили все музыканты. Он ушел из этой жизни. Через нас много музыкантов прошли. Самое интересное, сколько примерно в общей сложности через группу Динамик прошло музыкантов? Вот, собственно, потому что в рамках моих представлений из мировых рок-групп с мировым именем рекордно по количеству музыкантов занимает рекордно большой Юра Хип и рекордно маленькая Битлз занимает. Битлз это всего-навсего 6 персон. Нет, может даже Квинн. Квинн всего-навсего 4 персоны или 5 персон. А Юра Хип там более 20 персон прошло через эту группу. Вот через Динамик сколько в общей сложности? Я боюсь ошибиться, но не меньше 30. Не меньше 30? Не меньше. Это те, которые выходили на сцену на концерт? Выходили или кто-то что-то был или с композитором, или с автором, или записал, сессионный музыкант. Так что, смотря здесь как, подходите к этому вопросу, который вы мне задали. Федерически, допустим, это 4 шары, как Джон Леннон, Пол Маккархни, Ринго Старо, Джордж Харрисон. Правильно? А у них никто не знает, что Джек Берри играл на портепиано, что Эрик Клаптон играл знаменитую партию с Тюмом Алгильтером. И много других коллеги. Но он не считается, что он коллеги, а просто как сессионный музыкант. Мой коллег хочет задать какой-то вопрос. Расскажите про Геннадия Рябцева, который сейчас иеродиакон Герман Рябцев. Ну, долгая история. То, что... Ну, вкратце. Геннадий Рябцева, когда он ушел из... Друг детства. Вот. Еще, когда я учился в Днепропетровском музыкальном училище, мы с ним познакомились в ресторане и начали вместе работать. Потом оказались у нас мысли одинаковые. В городе практически не было таких фанатов группы Genesis, Yes, Jet Ratau, Emerson, Lake and Pounder. И Геннадий все это знал. И это насильно сблизило. И потом он от меня не отставал вообще ни на шагу. Я в Москву, он в Москву, я туда. он ездил с нами, он все последние деньги отдал, лишь бы только, чтобы быть, как говорится, в тусовке. Ну, потом он выпустил там свои альбомы какие-то. А сколько он с вами в Динамике пробыл? Ну, года два. С какого по какой год? Года два. Это где-то восемьдесят... сейчас скажу... восемьдесят... четвертые... это вот это где-то восемьдесят четвертые... Когда мы работали у Ванесса Пашаевая, который был продюсером группы «Машина времени». Мы... после «Машина времени» он был с нами... Ну как, он не продюсером был, потому что нам не нужен был продюсер. инструменталист у вас был. Кто? А, Геннадий. Ну да, он на плете играл, на акустической гитаре, там, на клавишах. На клавишах, да, ее сам сочинял. Потом, он уже тогда он был вегетарианцем, насколько я помню. И еще в те времена, первые, когда мы приезжали в какой-то город, он искал тот же храм и ушел в храм. Вот. Это что мне... А когда он ушел из динамика? В каком году? Ну, я говорю, года два. Работал в 84-м, по 86-м, наверное. В 86-м уже не было. Когда было при царстве Аллы Борисовны, Тугачевой, уже не было. С вашим позволением тогда не один вопрос. Напомните, пожалуйста, зрителям всю эту хронологию. Ваш старший брат, по сути, будучи лидером группы, вашу группу покидает. И вот группа без лидера, сколько она просуществовала? Ведь это было очень болезненный период в рамках моих представлений. Я считаю, и многие считают, что с 82-го по 92-й год это был самый лучший период в нашей творческой жизни. И много музыкантов хороших переработали с нами. Тот же Китай, тот же Рыжов, как я говорил. Потом пришли другие ребята тоже сильные, которые раньше работали. Кто у Леонтьева, кто у Антонова. Тоже был очень сильный. Звездный, как поклонники говорили, состав. В 92-м мы уже с братом поехали в Америку. Там уже другая жизнь началась. Но потом Володя вернулся. Он через два года вернулся, а я остался. То есть Володя был два года только в Америке. То есть Володя по сути ваш брат, как вы сказали, для кого-то Володя, для кого-то Владимир Борисович, если фамильярность. Для большинства публики он просто Владимир Кузьмин. Ну и все. То есть он как-то существовал и в группе Динамик, и с Аллой Борисовной в дуэте одновременно. Так получается, да? Это было тяжелое время и вряд ли вы сейчас поймете. Дело в том, что были очень сильные гонения с Министерства культуры, и они ненавидели такие названия группы, рок-группы, тогда были ВИА, как инструментальные ансамбли. А все вот это им казалось, что это тлетворное влияние Запада, что это развращение молодежи и так далее. И она предложила Володю, чтобы не был советником Динамик, взяла на его в Росконцерт и он стал солистом группы Ристалл. Кстати, если взять мою трудовую книжку, у меня тоже там написано Ристалл Борисовна Пугачева. Мы этим самым, это ни о чем не говорит, просто себе соломку постели на всякий случай, что взять тоже Жанна Агузарова за левые концерты ее. Это было, соответственно, одна из очень немногих звезд нашей песенной культуры, как известно, которую ни много ни мало на концертах арестовывали. Жанна Агузарова, это общеизвестно. Вот нашего секс-фониста Саши Степанин, который арестовывали. Леха Романова, да, мы с ним работали довольно-таки часто. Он сам уже без воскресения. Ну, воскресение, эта группа слишком романтическая получилась. До попадания в тюрьму Алексея, соответственно, после совершенно разные составы, совершенно нестабильность. Проект получился яркий, но проект получился, к сожалению, недолговечный, к величайшему сожалению. Но, тем не менее, музыка, он свое оставил в свое творчество, в наследство нашим поклонникам. У него есть очень известные хиты, которые народ знает и обожает. Он всегда их на концерты. По дороге разочарований. По дороге разочарований. Я считаю, что для постконцертовского интервью вполне достаточно. У меня натикало 17 минут. Наверное, это просто здорово. Я поэтому гашу свое записывающее средство. Я вас как бы отпускаю. Постараюсь не очень медленно отработать и не очень медленно постараюсь выставить. Материалы здесь у вас богатейшие, но я надеюсь, ваше взаимодействие с вашим родным братом будет максимально плодотворным. Я тоже надеюсь. Все. Большое спасибо. Вам все добро. Мы вас любим, если что, как говорил мой гитарист, если что, я, то я здесь. Спасибо за то, что пришли.